В Пензе прошел окружной фестиваль «При Волжье за жизнь-2012». Представители 14 регионов и 20 епархий делились опытом и определяли лучшие из социальных проектов в защиту семейных ценностей. Одним из почетных гостей фестиваля стал епископ Смоленский Вяземский Пантелейман, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Подробности узнавал Евгений Белохвостиков. За долго до назначенного времени к зданию епархиального управления собираются священники и миряне, которые активно занимаются социальной работой. Помощь немощным, благотворительные обеды, профилактика абортов, сфера их деятельности широка. Есть группа женщин, которые читают лекции среди молодежи. Прежде всего школьников, выпускников, затем в колледжи различные. При этом проводят необычные лекции в диалогической форме, интерактивной форме. В соцработник ходит где-то почти 70 семей, которые нуждаются в помощи. И, конечно, у социального работника есть свои помощники. И мы ходим, несем слово Божие к ним, не просто приносим продукты и работа по дому. Социальные работники – первый, с кем встретился в Пензе епископ Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Почетный гость оценил не только их успехи, но и темпы строительства Спасского кафедрального собора. Особенно его порадовало то, что в первохраме будут просторные залы для совещаний. Очень важно, что внизу есть конференц-зал, где можно проводить общепархиальные собрания. Сейчас священных служитков в Непарке очень много. И, конечно, очень важно обсуждать те вопросы, которые возникают вместе. Поэтому переоценить значение такого собора очень трудно. А в новом здании областной библиотеки в это время уже развернули свои экспозиции участники фестиваля «Приволши за жизнь». Одна из самых молодых епархий округа – Краснослободская. Ей всего год. Организация социальной работы – это был достаточно сложный этап даже в начале организации «Жизни Епархий». И здесь, конечно, мы очень благодарны Пензенскому фонду «Покров», который предложил нам вступить в совместный проект, который называется «Подари жизнь». Это комплексно-демографическая программа, которая предусматривает, во-первых, профилактику совершения абортов. Чтобы не погибла российская семья, сохранилась нация и становилось все больше многодетных семей, и к социальным проблемам нужно привлекать внимание общественности, уверены участники фестиваля. В основном человек делает добрые дела ради спасения своей души. Это делается в долг наш, в долг в основном человеке. Давайте задумаемся, как мы живем. И разве это не волнует? Почему наши сердца молчат? Почему мы проходим мимо курения у ребенка, а когда ребенок курит, пьянство процветает, настолько гибнет. Но еще самое страшное. Мы занимаем первое место сейчас по абортам в мире. Парад колясок, презентация успешных семей, выступление губернаторской капеллы, торжественная часть фестиваля получилась красочной. Дай Бог, чтобы таких ваших коллег было как можно больше, которые постоянно трудились в деле сохранения жизни, священного дара жизни. И я вам желаю всем крепости, сил и милосердия Божьей. Лучшими на фестивале признали проекты из Нижнего Новгорода и Перми, посвященные борьбе с алкоголизмом и поддержке беременов.